Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования. Увеличилось и пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 26 тысяч рублей до почти 28 тысяч. В случае, когда к моменту выхода в декрет мама не работает, пособие платит государство. В 2020 году минимальный размер выплат на первого ребенка составит 4852 рубля, на второго и последующего 6554 рубля. И вот по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, только 27% россиян считают меры поддержки семей с детьми до полутора лет эффективными, в то время как больше половины опрошенных ратуют за повышение количества льгот. Кстати, со следующего года семьям пересмотрен размер поддержки, но только для признанных официально нуждающимися. Жители Хабаровского края будут получать выплаты за первенцев по-новому. С 1 января вступают в силу изменений, которые вынесены в порядок предоставления указанной выплаты. Из федерального бюджета на эти цели регион получит более миллиарда рублей. Продолжим говорить на эту тему с гостем в студии Татьяна Легких, заместитель начальника отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки Министерства социальной защиты населения края. Татьяна Максимовна, доброе утро. Доброе утро. Татьяна Максимовна, доброе утро. Рожден либо усыновлен, 18-го года рожден либо усыновлен первый ребенок. Средний душевой доход в семье не будет превышать двухкратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в крае за второй квартал года предшествующего году обращения. Мама и ребенок обязательно должны являться гражданами Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации. Обратиться за этой выплатой имеет право исключительно женщина, родившая ребенка. В случае, если она будет лишена родительских прав, либо признана умершей, право переходит к отцу, либо к опекуну ребенка. Ну вот мы сказали, что средний душевой доход до семьи, а вот кто в этот состав семьи включается? Только родители, а если они живут, например, вместе с бабушками и дедушками, например? В состав семьи ребенка включаются родители, усыновители в случае, если усыновлен, опекунные в случае установления опекунства над ребенком, супруги несовершеннолетних родителей, в случае, если несовершеннолетний родитель, то есть если супруг несовершеннолетнего родителя не является отцом ребенка, и сами несовершеннолетние дети. То есть родители учитываются независимо от их совместного факта проживания, вместе они зарегистрированы там, ну, по месту постоянного проживания, либо раздельно, учитываются в состав семьи обязательно родители. А как рассчитывается этот доход? Ну, при расчете среднедушевого дохода семьи учитывается, я сказала, состав семьи учитывается, и применяется величина, вот на 20-й год она будет составлять 30 520 рублей. То есть, если семья из трех человек, двое родители и ребенок, то доход семьи не должен превышать на наличие права 91 560 рублей. Вот вы озвучили цифру, а вот какие сроки назначения этой выплаты? Сроки? Значит, пособие это назначается и со дня рождения ребенка. То есть, в случае, если родители обратились не позднее шести месяцев, выплата назначается со дня рождения ребенка. В случае, если они обращаются позднее этого срока, то с даты обращения. То есть, конечно, важно родителям обратиться в период этих шесть месяцев. И обратиться они могут на все три года, на которые вот с 20-го года продлена эта выплата. Она назначаться будет уже с 20-го года до трех лет. Значит, изменен немножечко и порядок обращения. То есть, нужно будет обращаться ежегодно. При первичном обращении она будет назначаться сроком на один год. По истечении или по достижении ребенком возраста одного года обязательно нужно обратиться в Цент социальной поддержки. И с новым заявлением, комплектом документов будет назначен на срок до двух лет. По истечении или по достижении возраста ребенком двух лет в третий раз нужно обратиться, и уже выплата будет назначена до достижения возраста ребенком трех лет. Все три раза представляются документы за 12 месяцев, предшествующий месяц обращения за этой выплатой за год. А какие именно документы нужны для того, чтобы получать это ежемесячное пособие? Комплект очень прост. Это документы, удостоверяющие личность, подтверждающие проживание на территории Российской Федерации и удостоверяющие, что они граждане Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка и доходы родителей за 12 месяцев. И, соответственно, счет, на который будет производиться эта выплата. Чтобы получить эту ежемесячную выплату в случае рождения или усыновления первого ребенка, куда необходимо обратиться? Обратиться необходимо в Центр социальной поддержки, но по средствам. То есть можно через законного представителя, можно через многофункциональный центр подать заявление по почте. При этом, если по почте направляются документы, обязательно нотариально должны быть заверены документы, потому что документы, паспорт нельзя направить, да? То есть нужно обязательно заверить копию. Но и мне еще хотелось обратить внимание тоже на такую выплату, которая вот установлена у нас 2019 года на детей, рожденных с 1 января 2019 года, которым тоже предусмотрена единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка в размере 28-102 рубля. Тоже максимальный комплект документов, паспорт, свидетельство о рождении ребеночка, счет. И приглашаем всех получить эту выплату на деток, которые у нас родились в 2019 году. Это очень важно в 2020 году, тоже размер ее увеличится. Она тоже будет составлять 30 362 рубля. Татьяна Максимовна, большое вам огромное за то, что пришли к нам в студию. Так подробно ответили на все вопросы. Я думаю, многие взяли себе какие-то моменты на карандаш и обязательно придут и получат все выплаты. Напомним о том, что у нас в гостях была Татьяна Легких, заместитель начальника отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки Министерства социальной защиты населения края.